Всем привет! Сегодня мы будем готовить рулет. Рулет у нас будет состоять из печени в основном, и это будет в моем случае свиная печень. Но если вы любите говяжью или у вас есть говяжья, то можете смело использовать ее, это ничего страшного. В первую очередь, что мне нужно сделать, это печень, которую я с утра замочила в воде, она хорошо вымочилась. Сейчас ее порежу на небольшие кусочки и буду отправлять ее в кастрюльку, где мы будем ее отваривать. Отваривать ее нужно до той поры, пока не будет просачиваться кровь. То есть совсем чуть-чуть. Я думаю, что это займет после закипания минут 10-15, не больше. Вот, все. Я сейчас режу ее на куски. И отправляю в кастрюлю, заливаю водой и ставлю ее отваривать. Поставила на газ я печенку, залила ее водой. Немного нужно ее присолить. Добавляю лавровый лист. Черный перец горошком. И добавляю одну луковичку, которую помыла, но не очищаю от кожуры. Все, накрываем крышкой и ждем, пока это все закипит и проварится. Сейчас я буду включать мясорубку, у меня электрическая, и буду перемалывать отварную уже печенку, которая у меня уже остыла, она уже холодная. Буду перемалывать в этой мясорубке, чтобы получился фарш. Помимо печенки, у меня здесь примерно 50 на 50, это еще кусочки почеревки. Такое мясо и сало вместе. То есть 50% будет печенки, и 50%, чтобы не совсем сухой был у нас рулетик, это будут вот такие вот кусочки сала с мясом. Все, включаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сюда же сейчас в мясорубку я отправляю лук, который у меня поджаренный в обычном растительном масле. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем лук к нашей печенке. Следующий этап, нужно все это тщательно вымешать очень хорошо. Добавить сюда соль и перец черный молотый по вкусу. И потом еще в конце, после того, как я это все хорошо очень вымешаю, сюда надо вбить 3 яйца и тоже очень хорошо перемешать. Я, скорее всего, это буду делать руками, потому что ложкой мне неудобно. И дальше будем взбивать чудо-ляйца полный миск. Сейчас масса уже практически готова. Осталось только свернуть рулеты и выпекать их в духовке, чтобы они были готовы. Я ее отлаживаю пока в сторону. Следующий этап, нужно взять кусочек сала. Обычное сало, либо, если же у вас есть не очень соленое, чтобы оно было. И его нужно нарезать такими небольшими пластинками. Сало мы подготовили. Следующий этап, это вот такая вот сетка берется. Если у вас нет этой сетки, можете использовать либо пергаментную бумагу, либо что-нибудь свое, либо какую-нибудь пленочку пищевую. Естественно, чтобы она была термостойкая, потому что мы же будем это все запекать. Берем вот такую сетку. Или же купить эту сетку можно на рынке. Это свиная сетка. Я думаю, что многие ее видели. Берем кусочек этой сетки, разлаживаем. Потом стелим на нее наш фарш из печенки. Приблизительно вот так это выглядит. Внутрь нужно положить кусочки сала посрединке, чтобы он оказался. И сворачиваем наш рулетик осторожненько, чтобы не порвался. Вот так это выглядит. И дальше этот рулетик я буду заворачивать еще в фольгу. Дальше стелим в фольгу. Заворачиваем плотненько. Польгу наш рулет. И отлаживаем его в стороночку. И точно так же я поступаю со всем нашим фаршем. Мои рулетики, конфетки уже готовы. Сейчас я буду включать духовку на 180-200 градусов. И там они будут выпекаться примерно минут 20-30. Все зависит от того, как справляется ваша духовка. Но в моем случае я буду смотреть примерно 20-30 минут. Сейчас уже очень хорошо остыл рулетик из печени. И будем разворачивать эту конфетку. Вот так выглядит рулетик сверху. Он очень симпатичный. За счет вот этой вот сетки. Необычный такой у него вид. И я попробую его нарезать. Вот так выглядит рулетик в разрезе. Нарезается он просто прекрасно. Его можно нарезать. Делать из него бутерброды. Давать деткам кушать. Потому что это не жареная печенка. Это все запекалось и отваривалось в обычной воде. Мне очень нравится вкус этого рулета. За счет того, что мы сюда добавляли еще сало. И вместе с мясом, то есть свиной почеревок. А он получился очень нежный. Поэтому рекомендую делать именно такой рецепт. Он держится кучки. Прекрасно нарезается на кусочки ломтики. Поэтому, если вам понравился мой рецепт, то обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита. И всем пока!